Всем привет, с вами скидский головорец, мы продолжаем проходить Demon's Souls ремейк. В предыдущей серии мы пришли обучение, погибли на первом боссе, хотя я в принципе это не планировал, но так уж получилось. И в сегодняшней серии мы пройдем первый уровень первого обелиска Болитарии. На счета встречают такие обычные противники, которые были в обучении, в дрэблинге. Из них падает самообычная трава, иногда их оружие, типа щита, кортика, либо короткого меча. Как вы можете заметить, звук стал лучше уже, именно как мой голос. Все потому, что сейчас записываю на другой микрофон. Жаль, я пока не могу сделать рекламу, пока монетизации нет. Однако не потому, что в моей стране так... Нет, просто у меня недостаточные условия выполнены, типа они набрали столько-то подписчиков, то есть тысяча часов и так далее. А так уж я вообще из Украины, так что у меня монетизация включена. Так, надеюсь, все по-прежнему так же хорошо слышно. Так как я немного понизил громкость у себя в наушниках, а когда записываете с PlayStation 5, получается, что как бы когда вы играете звук, например, громкий, если вы его так поставили, а на запись, ну при просмотре записи он там немного приглушенный. Если играть впервые, либо уже забыли, что здесь как, то в этой яму лучше не прыгать, потому что она тут же убивает, как было показано с первым дрэвлингом. Жаль, конечно, что еще в те времена, когда вышел Demon's Souls, а в ремейке изменили только графику, некоторые еще аспекты боя и ничего более. Но здесь не добавляли, собственно, как было и раньше, ударов пушки, ударов падения, что порой еще не хватает. Раз уж никто не написал в комментариях, с каким же фильтром мне проходить игру, то буду прогреться в классике. Так, кстати, еще по поводу флагов, если у вас есть какое-то огненное оружие, либо вы помазали свое оружие смолой огненной, то при ударе о флаге вот эти, они будут сжигаться. Я не знаю, было ли такое в оригинале, однако здесь оно присутствует. Так, шутунь внизу, ага, душа, а дальше, а дальше вроде идет, лежит только портик, то ли тоже какое-то колющее оружие, которое мне не было, поэтому надо. Сейчас, по крайней мере, да и портик у меня с собой есть и в замечательной экипировке, вот он. Ну, в принципе, проходить в первый уровень так уж и трудно, хотя это не для всех игроков, особенно для новичков, которые привыкли, ну, которые, например, пришли из зубер, где нужно складывать какие-то три объекта в ряд и прочее. Ну, либо пришли из скерима какого-то, где все строится, все на закликивание. А в соусах и в блатгорне, как и в секиро там еще, закликивать противника ради победы не получится. Потому что, как только у вас хочется выносливость, вы не сможете атаковать и блокировать, и вернуться тоже. Так, тут вроде тоже душа лежит, а нет, трава. Кстати, кому, если вдруг интересно, что лежит вон там на том трупе, до которого оказалось бы не добраться, сейчас вы увидите через пару секунд. Такой шар появится потом и в первом Драгсолсе в обучении. А тут у нас полуторный меч. На него, вроде как, надо 16 силы. А, 18, немного ошибся. Возможно, кстати, его потом в будущем возьму в руки. Что касается двуручных мечей, тут есть полуторный меч, клеймор, как называется, шаттел, или это наручный меч, непонятно точно. Есть еще гигантский меч, который лежит, кажется, в четвертом уровне этого обелиска. Ну, до него дойдем позже. С копейщиком всегда сложно. За счет того, что они атакуют, или расколющими ударами, и не всегда можно разглядеть, какой это именно сейчас будет удар. Типа колющий, либо удар рассекающий. Ага, опять трава. Кстати, сюда не советую идти новичкам, этим, кто не умеет парировать, потому что тут у нас ждет Красноглазый Рыцарь. А кто играл в 3-й Dark Souls, либо не играли, могу объяснить, что красноглазые рыцари, например, как в 3-м Dark Souls, так и здесь, они как бы усиленная версия обычного рыцаря, как по здоровью, так и по атаке. Однако этот рыцарь вооружен копьем и щитом, так что он не особо страшен, главное либо парировать, если вы умеете в тайминг, либо атаковать со спины. Также еще выращиваться от его удара щитом, потому что он, скорее всего, вам снесет всю выносливость, если у вас ее мало. Также еще не попадать под колющий атаку копьем, особенно когда он бежит с разбега. Вращиваться от его, как видите, очень просто, когда он бьет щитом, нужно лишь отходить назад немного, и потом обходить его. Если, конечно, позволяет это окружение, в смысле, если вы обходите его, и он стоит возле забора, вот этого каменного, то ударить спину не получится. Да, написи, тут тоже умеет лечиться, так что, конечно, это пресекать, но не всегда получается сделать так, чтобы это еще сам не умер. Кстати, можно попробовать его атаковать кортиком. Он же вроде как предназначен для пробития брони. А, да, видите, с меча наносится 70 урона, а с кортика 96 спины. Ты готов. С него выпала довольно-таки хорошая трава. Практически, ну, максимального уровня лечения, так сказать. Тут у нас находится, пока не скажу что, узнаете позже. Не факт, что в этой серии, но все же узнаете. Так, ну, теперь можно возвращаться, как бы, в сюжетной линии. Если вам, как бы, нужно идти, ну, чтобы пройти уровень, вам нужно идти направо, а не налево. Налево вы, скорее всего, встретите свою смерть, если не умеете держаться, как я, ну, с такой экипировкой, как у меня сейчас. Да, и так вообще, если не умеете, в общем-то, справляться с помощью парирования, либо дару спину, только атаковать в лоб. Нет. Так, там снизу вроде как арбалет лежит, так что он мне не нужен. Тем более, что прицеливаться из арбалетов в Demon's Souls и в Dark Souls 1 нельзя, в отличие от двойки. Наверное, единственный плюс второй части в плане вооружения. Да, тут также изрывные бочки, как, например, в Dark Souls 3. Они помечены красными кругами. Ну, или, скорее всего, эти ободками сверху и снизу. Их можно пожечь либо атакуя горящим оружием, либо оружием, заточенным на огонь, либо огненными бомбами. У меня, собственно, есть 19 бомб, могу продемонстрировать на вон тех бочках. Ну, вот, собственно. А что касаемо парирования, парировать вы в этой игре можете абсолютно любое оружие. Главное, как бы уметь ставить. Ставим. Так, к этому мы открыли первую срезку. Собственно, к первому он танцует нашему чекпоинту в виде обелиска. Здесь у нас лежит кольцо сохранения, которое сокращает полоску здоровья не на 50%, а на 75%. А, не искренне так сказал. В общем, суть в том, что у вас здоровье максимально становится не половина, а 75% с этим кольцом. Так, вот, чего он не упасть, кто-то пробегаешь мимо этих пролетов. О, а вот и наш первый, ну, кстати, нейтральный к нам NPC, который... Кстати, ну, да, который, в общем-то, его зовут Острава, он из Болитарии. Он что-то вроде будущего, как его там звали, Сигмайр, кажется, из первого Драгсоулса. Что касается того, как к нему попасть, значит, как только вы придете внизу, он попросит вас о помощи. Но это можно сделать и ранее. Сейчас покажу как. Многие прыгают с лестницы, и так как тут нет прыжка, приходится, как бы, на скорости, ну, добираться от одного бортика, и потом уже спрыгивать вниз, если так, если у вас получится. Однако, я тут специально для таких, как... Я в прошлом оставил такой, такую записку, обход с фланга. Тут вместо прыжков используется... Ну, вы можете перекарабкаться на ту сторону, видите, вот так. Не нужно теперь разгоняться, прыгать там. Так, а тут он, видишь, лишь довольно-таки полезное кольцо, если выиграть номер за мага, либо за... Лучника, так скажем. Потому что это кольцо вора, оно действует... Подобно... Кольцу тихого шага, либо заклинание. В общем, суть в том, что враги вас перестают замечать на дальнем расстоянии, либо на средней дистанции. А также еще с помощью этого кольца можно подобраться к врагу со спины, абсолютно незамеченно. Латунный телескоп. Он выполняет функцию бинокля из будущих частей, просто приближая немного наш вид к тому, на что смотрим. Ну, может быть, полезен как, например, так уйти какого-то магии на расстоянии, в очень огромном, когда нельзя сфокусироваться на цели. Ну, лично мне он так не пригодился за все прохождения, которые... Ну, собственно, проходил эту игру. Да, не совсем хорошо получилось, но тоже. А справа имеет довольно-таки большой запас здоровья, так что переживать его смерти не надо. Если, конечно, сами хотите его убить. Так. Да, эти рыцари довольно-таки полезные. Полезные... Из них падает очень хорошая трава. То есть, либо такая полупожоклая, либо совсем... Ну, желтая. Да, кортик, ну, он-таки полезные вещи, могу сказать. Со спины убивает почти что всех с первого удара. Так, а там ранее нашел, значит, скимитар. Да. О, ну, он дает как раз-таки бонус к выносливости и дополнительный эффект кровотечения. Однако у меня больше силы, так что думаю, он будет не очень-то полезен. Тем более, как можно видеть, сила атаки, правая рука, 85 урона, в то время как мой длинный меч... А, хотя, можно его и одеть, потому что добавляет он... Он разнится с длинным мечом лишь на одну единицу, зато добавляет кровотечение. Однако у него совсем другой моксет. И при атаке, как бы, руку вперед, типа аналог пинка, в будущих частей, он делает удар и отскок назад. А что касается эффектов, такие как кровотечение, отравление, на некоторых боссов их можно вешать. В отличие от будущих соусов. Ну, например, играя в Dark Souls 1, я ни разу не замечал такого, чтобы он мог повесить, например... А, не-не, я ошибаюсь, ошибаюсь. Помню, когда я впервые сражался с Эрнштейном и Смоугом. Когда остался последний Смоуг, то я в него стрелял отравленными стрелами, и на него повесился урон... эээ... дебавка... отравление. Да, все-таки эти ребята были очень сложны для меня. Особенно, когда я пошел в первый Dark Souls после третьего. Да, конечно, с этим тоже были сдвоенные боссы. Такие как Лориан и Лотре. Также еще... Ну, хорошо, что я не в Dark Souls 2, потому что такое расстояние, там уже можно было разбиться. А тут лишь получить маленький урон. Так вот, началась с военным боссом в Dark Souls 3. Это Лотро Кэлориан и Демоны Близнецы, кажется. Я, конечно, могу сейчас ошибаться, что давно не играл уже. Ну, еще они встречаются в последнем DLC, где и рыцарь Абгаэль и Дракон. Болт застрял в тумане. А, кстати, по броне он, скорее всего, был на НГ+. Значит, рассказываю, почему номеры тут находятся в Луны. И там у нас в Ферзии полно врагов. Так что, верный способ просто разрубить эту переграду. Так надо делать аккуратно, если у вас не колющее оружие. Да. Иначе можно упереть. Потому что по вам они урон наносят, пока катятся. Ну и вот, собственно, все враги, которые тут стояли, в один миг погибли. А там уже виднеется синяя... А, да. Это, кажется, Драконс уже. Верн в этой игре вроде нет. Я просто хотел сначала сказать синяя Верн, но потом вспомнил, в какой же мы все-таки игре. Верн и появились там уже в третьем Драк Соулсе. И в первом. Кстати, сейчас я вам покажу фокус, как быстро... Вот там, где сидел синий Дракон, там находится очень много полезного лута. Такой, как пурпурный щит, дающий 90% защиту от огня. Там всякие души и прочее. Значит, сейчас покажу, как там быстро все забрать и статься живым. Значит, дожидаемся, пока отсюда прилетит Красный Дракон. Он уже на подлете. Так, пока ждем его. Вот он летит. Значит, он предупределенный риг. Потом уже... Вот, атака огнем. И быстро бежим направо сюда, чтобы подобраться к их логову и забрать, собственно, все лежащие там вещи. Я вообще надеюсь, что я сейчас успею это сделать, потому что сейчас еще, наверное, стоило станет броню, чтобы быстрее бежать. И перекататься, соответственно. А, собственно, ладно. Тут у нас находится, значит, трава желтая. Дракон уже скоро прилетит. Вот, собственно, тут самый щит. Так, души. Аккуратно, синий дракон может удалить хвостом. Что, собственно, и случилось. Я обычно сюда прибегал без брони, так что можно было легко уклониться, но что-то я забыл про это. Итак, вот я снова здесь, на этом мосту. Обратная дорога сюда за счет... Срезка заняла около 8 минут. Значит, я уже снял броню, чтобы там... Возможно... Была возможность проскочить мимо хвоста, который меня в прошлый раз убил. Снова дожидается дракона. Надо раз сюда хочу дойти, чтобы забрать оставшийся лут из своей души. Надо раз попытаться сделать все грамотно. Так, пошел огонь. Мы идем туда. На, конечно, пробираться сквозь эту узкую трепетку, где должны катиться волны. Собственно, без волнов, но оно таки было трудно. Но что, там все-таки узкие коридоры, использовать рубящее оружие там не очень-то удобно. А кортик наносит слишком мало урона, если вы наносите урон не в спину, либо не в... Ну, ты лучше после парирования. Значит, что мы там подобрали? Значит, тот самый щит пурпырного пламени, который... У которого вот такие вот характеристики. И, как я говорил, 90-процентная защита от огня. И высокая стабильность. Но на него нужно много силы. И кольцо Великой Силы. Оно работает, как кольцо Хавилла из Дарк Соулсов. То есть, повышает вес снаряжения. То бишь, вы сможете как бы надевать... Ну, в общем... Как бы тут еще это объяснить? Те, кто не в курсе... Ну, в общем, сейчас у меня максимальная нагрузка персонажа 40 килограмм. С кольцом будет 60. Значит, что я смогу выполнять... Ну, кувырки немного быстрее, чем ранее. Но мне это пока не надо. Так что буду бегать все так же с кольцом Вора. Которые... Не будут противниками видеть на средней и дальней дистанции. А также еще, если подхожу со спиной. Этого Красного Дракона, как и синего, можно убить. Либо с помощью стрелы, болтов, либо с помощью магии. Ну, я... Кажется, убивал Красного Дракона когда-то. Но потом уже не пытался так цельствовать, потому что, вроде как, всего души падает много... Мало душ, так что... Почти с ним у них ничего не крафтится. Так, вот и мы открываем врата к первому боссу этого обелиска. В принципе, можно уже идти назад с помощью подобранного осколка обелиска, который действует как осколок костей Драк Соулсов. То бишь, возвращает нас там в Нексус. Да, я, пожалуй, вернусь, потому что дальше я сюда уже не планирую. А вот и первый босс фаланга. Таких моб вы уже могли видеть в рисованном мире Ариамисе, первого Драк Соулса. Правда, не понял, был ли я там на записи, а нет. В общем, суть в том, что... суть в том, что там такие мобы присутствовали. Ну и... Собственно, называют и спартанцами, хотя они по-другому как-то называются. Сам босс не атакует, а атакует только как бы его помощник, его верный легион. Ну, как видите, они сильно боятся огня, так что можно поспевать их в кучу, в куче хоть бомбы. Либо же мазать оружие огненной смолой, которой у меня нет. А, не, только для оружия. За счетов другие камни. Так, похоже, этот босс кровотечение не у... А, Льюис... Да. У него кровотечение. Видите, снимаете, отнимается по две единицы урона. Ну, как я говорил в первой серии, боссы в демонах сделаны на сообразительность. То есть, как бы... Ну, угадай, либо подумай, как меня правильно убить. А, подожди, стоп, а босс порождает слизни вот этого или он был под ним? Ну, или что если порождает, то вот этого вот я не знал. Так, хотя, возможно, они просто скарабкиваются на босса и и так потихоньку голосят с него. Ну, и, собственно, как можно видеть, со смертью босса убирают и его защитники. И нам установили полностью всю зап... Полностью весь запас здоровья. И сейчас мы, как бы, восстановили, так сказать, человечность. Ну, кстати, с этим вот эффектом... К нам могут торгаться другие игроки. Так что надо быть осторожнее. Так, возвращаемся в Нексус, чтобы получить возможность прокачивать уровень неспособности. Пришлось вернуть. Пришлось вернуть. Пришлось вернуть. «Монументальный праздник» Монюментал будет объяснить Некшус тебе. Монюментал. Пока прокачаться мы не можем, надо найти это у Виквечного. Ну, собственно, в составке нам показали, как до нему дойти, так что не забудемся. Кстати говоря, тут вот эти камни не просто так, по ним можно спуститься и видеть, что там лежит что-то. Так что даже в Нексусе можно найти что-то полезное. Так, вот сюда. И теперь пойдем направо. А вверху находится зал почета, типа там находятся более какие-то, ну так сказать, умелые игроки, которые провели больше всего времени в игре, получили-то сука-то душ. Собственно, вот наш Укевиченный. Продолжение следует... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Thanks be, we were able to lull the old one back to its slumber, yet only after the loss of innumerable souls, and most of the world lost and erased by the fob. In order to mend the fabric of what land still remained, we entrusted six leaders with six precious archstones. One to the king of a small yet industrious land. One to the king of the burrowers underground. One to the wise queen of the great ivory tower. One to the chieftain of lost and ill-fortuned souls. One to the shaman of the tempest-worshipping shadowmen. And the last to the great giants of the northern lands. The archstones were placed in the fringelands that survived. We contained the old one here, below the nexus, and prohibited the soul arts. Finally, we became monumentals, half-living sentinents of the fabric of reality. Alas, the other monumentals have perished, and only I remain. Now it is your turn. You must lull the old one back to its slumber, and seal it away for all eternity. If not, a deep fog will absorb all that we know. You have the strength to bear this burden. Yes. We are fortunate. Now, go forth and destroy every last demon. The old one, without demon, to feed his soul. Will a new servant seek and assure you to his bosom. Please note, that in the remake, all the NPCs, with whose head is open, they are like-minded. And when they say, when they say, the character, who took the remake of the remake, they would be like an animation and conversation. Well, now we are going to break down. вы дивы в черном так и надо использовать все души которые он собирал значит свинцового душа из него были как рачется копьи скребущие копью которая вылетела в начале когда открылись врата к боссу это же обычные души пошли продавать в демонах ничего никому нельзя к сожалению а ну да вот эти камни белого к черных черного кинга не использовал есть еще другие камни 1 для для вторжения и обратного вызова к свои свои миры других игроков его долгожданная прокачка значит он за счет играть рыцарем то так на меч нужно будет на 18 силы на щит 22 про ловкость ничего не было сказано значит пока выкачиваем до 22 потом уже начинаем качать выносливость соответственно ну да ну то есть ладно пусть будет все выносливость потом я возьмусь за здоровье и только выносливость так уже можно носить носить этот щит правда весит вот он 8 кило ну впрочем перекаты все так же как и и пошла раз так что ничего особо не особо не поменяла и можно как раз взять уже полуторный мяч в руки хорошо это все так же быстро двигаюсь ну как бы не шагом для второго близко мне вот как раз таки у меня как раз здесь куртик так что все нормально ну что в следующей серии наверное пойду даже не знаю наверно все же второй близко путем идти по порядку потом после второго обелиска я может пойду в 4 но если идти по порядку в плане уцелевших обелисков да так то 4 это обелиска гигантов но он словом так что не работает ну на этом все с вами был скидский головорец подписывайтесь ставьте лайк или дизлайк пишите что-то в комментариях всем пока